В эфире программа подробностей. Здравствуйте, гость сегодняшней студии, руководитель аппарата комиссии по делам несовершеннолетних Марина Лушина. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, вначале о деятельности вашей комиссии. В нашем городе существует 4 районные комиссии по делам несовершеннолетних и городская комиссия. Деятельность комиссии основана на том, чтобы помочь подросткам, их родителям преодолеть сложные жизненные ситуации. В комиссии попадают дети, совершившие право нарушения. Когда мы рассматриваем на заседании комиссии каждого подростка, то всеми силами пытаемся, прежде всего, помочь ему. Сотрудники здравоохранения заботятся о его здоровье. Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу о том, как не совершать больше таких правонарушений. Сотрудники социальной защиты предлагают какую-то социальную, материальную помощь, вещевую. То есть каждый член комиссии пытается оказать свою помощь тому ребенку, который совершил правонарушение. И основная задача комиссии не привлечь подростка к ответственности, не наказать его, а именно понять, в чем же причина, из-за чего произошел такой инцидент, и как предупредить о совершении повторных таких правонарушений. А расскажите, какими могут быть такие правонарушения? Да, мы в этом году специально проходили по всем школам города Рязани и рассказывали нашим ребятам, нашим подросткам о том, какая бывает ответственность юридическая. Рассказывали им, что есть уголовная ответственность несовершеннолетних, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная. И каждый из этих видов ответственности на картинках, на слайдах показывали, что может быть. Если это уголовная ответственность, то это кражи, и соответственно уже мера ответственности совсем другая. Административная ответственность менее серьезная, там мы можем обойтись штрафом и предупреждением. Ну и так далее. А по статистике, какие правонарушения подростки совершают чаще всего? Если брать преступления, то это кражи. Самое большое количество преступлений совершают подростки кражи. Если брать правонарушения, то это то, что связано с распитивом алкогольных напитков, курением, появлением в ночное время без сопровождения взрослых на территории нашего города. Мы знаем, что в этом году впервые за 15 лет самая низкая подростковая преступность. Вот по вашему мнению, с чем это может быть связано, такие положительные результаты? Да, на самом деле за последние 15 лет городу Рязани удалось достичь таких показателей. И, конечно же, причина в том, что выстроена система работы с подростками, с родителями. В эту систему входит работа всех учреждений. В первую очередь это образовательные учреждения, это органы полиции, это органы социальной защиты населения. Сюда же мы включаем и здравоохранение, и физкультуру, спорт, культуру. То есть только общими усилиями мы понимаем, что можем добиваться вот таких результатов. И, конечно же, наша задача сейчас стараться, чтобы этот уровень не рос, искать какие-то новые формы. Потому что то, что было 5 лет назад, сегодня уже детям неинтересно. Их можно заинтересовать только чем-то новым, оригинальным, необычным. Да, вот, например, какие бывают мероприятия, может быть, из последних, расскажите. Да. Так как в городе проводится много различных мероприятий, и спортивных, и культурных, мы стараемся, уже зная своих подростков, которые состоят на учете, их интересы, привлекать их. Это и концерты, это и спортивные мероприятия. Последняя была военно-патриотическая акция, которая проходила вот в начале марта. Наши подростки с удовольствием посещают все эти мероприятия. И, конечно же, у них интерес большой к этим всем делам. Давайте вернемся к статистике. Расскажите, вот на данный момент, сколько таких сложных детей? У нас, да, на учете, на профилактическом учете в комиссии состоит 126 подростков. Это те ребята, которые уже неоднократно совершали правонарушения. То есть, если ребенок один раз попал в полицию, что-то совершил, конечно же, на учет его никто не ставит. Но если уже неоднократно это происходит, здесь уже понятно, что родители не могут осуществлять контроль, им нужно оказывать помощь. А помощь – это полиция, это сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, это образовательные учреждения, если есть возможность, то это наставник. То есть, все силы, которые нужно, мы используем. Вот интересна тема родителей, да, ведь это первый и главный пример для любого ребенка. Расскажите, работаете ли вы конкретно с ними? Да, конечно. Есть такое выражение – твое дитя – это часть тебя, да. Поэтому, конечно же, и также дети. Дети – это часть родителей. Глядя на детей, мы уже можем, в принципе, даже предугадывать, вот какие родители. Когда приходит сначала подросток, а потом за ним заходят родители. И мы сразу видим, что да, вот на самом деле проблема-то не только у него, а проблемы в семье. Ведь проблемы бывают независящие по каким-то причинам. Ну, такие, что там какая-то вдруг сложившаяся ситуация сложная, остался один родитель, ему становится сложно. Он пытается как-то свои проблемы решить, на ребенка времени меньше уделяет. И вот в этот момент и происходит непонимание. Ребенок отдаляется от родителей, перестает им рассказывать. Но самое главное, вот все наши дети, которые вдруг становятся нам не нужны, они нужны на улице, они нужны преступному миру. То есть там они всегда найдутся люди, которые их заметят, которые постараются их там заинтересовать чем-то нехорошим. И получается, что вот наши подростки вместо того, чтобы приходить вечером домой, спокойно учить уроки, ужинать и ложиться вовремя спать, наоборот, вечером приходят родители домой, а дети наши идут гулять и неизвестно где. Такие бывают случаи, что вот мы приезжаем с ночными рейдами, звоним в дверь, мама открывает дверь, мы говорим, сын-то ваш дома? Она говорит, да, дома, вдруг смотрит, а его нет. То есть родители даже порой не знают, дома их дети, не дома, ушли они, пришли. Вот это, конечно, всегда нас тоже удивляет, как так можно. Если он оступился и совершил первое свое правонарушение, что вы делаете для того, чтобы он не сделал повторно? Да, ну сначала на седании комиссии подростков выдаются специальные памятки, где расписано, вот что он совершил. Чем он может заняться? На каждом седании комиссии мы предлагаем ребятам, у нас есть специальные такие буклеты, нам управление по спорту и по культуре подарили вот эти буклеты, в которых написан перечень организаций, там, спортивных, секций, кружков, куда можно обратиться. Вот, мы говорим, что давай посмотрим по возрасту, чем бы ты мог заняться. Вот, конечно же, для подростка составляется такой индивидуальный реабилитационный план, хотя бы на месяц, хотя бы на два месяца. Вот чем он будет заниматься? И первое, ну, некоторое время мы все-таки отслеживаем, созваниваемся, посетил он, не посетил, там, пришел, не пришел, все ли там в порядке. Ну и, конечно же, посещаем его на дому. И главный показатель – это образовательное учреждение. Если он ходит регулярно на занятия, то это очень хорошо. А если мы видим, что он начал пропускать, где он в это время бывает, конечно, здесь много вопросов. И по семьям, которые находятся в социально опасном положении. В социально опасном положении. Много ли у нас в таких городах? Да, у нас есть семьи, которые просто находятся в трудной жизненной ситуации. Но это семьи, которые сами пытаются выйти, да, там, с помощью каких-то учреждений. Но есть и те семьи, у которых уже все возможные исчерпаны, все, да, их ресурсы. Сами они справиться не могут. И поэтому такие семьи мы ставим в банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. У нас в городе таких 75 семей, вот, в которых воспитывается около 150 детей. Как вы о них узнаете об этих семьях? Да, сигналы поступают отовсюду. Это могут быть родственники, там, бабушки, тети. Это, конечно же, наши учреждения образовательные, школы, детские сады. В поликлинике могут выявить таких подростков. Вот, но сейчас очень активно наши граждане, спасибо им за это, очень внимательно относятся к своим соседям, к своим, в общем-то, близким. И вот эти сигналы поступают нам просто по телефону, по нашему 25-86-48. Вот, граждане звонят и говорят, вы знаете, вот такая ситуация, вот мама, у нее двое детей. Видим, что дети голодные, не гуляют. Может быть, вы приедете, проверите. Мы, конечно же, всегда приезжаем и в первую очередь извиняемся, говорим, что извините, пожалуйста, вот такой сигнал поступил, мы должны проверить, если у вас все в порядке, то очень хорошо, еще раз принесем извинения. Но уж если нужна наша помощь, давайте вместе как-то выходить из этой ситуации. Спасибо вам за беседу, мы желаем вам успехов и, конечно же, хороших результатов в вашей нужной работе. Я напоминаю зрителям, что гостью нашей сегодняшней программы стала руководитель комиссии по делам несовершеннолетних Марина Лушина. Спасибо вам за внимание, до свидания, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok